О том, что привлекло наше внимание на этой неделе, что возмущает, удивляет, что напротив радует, наше видение на события и мнение наших экспертов. В Саракташе реальные сроки получили два сотрудника полиции. В колонию их отправили за пытки, которые они применили во время раскрытия кражи – 5000 рублей. Путин и Байден встретились, рубль и биржевые индексы стали расти, а рукопожатие лидеров двух держав признали хорошим знаком. В Оренбурге непадный шелкопряд уничтожает деревья. Граждане тревожатся, а власти спокойны. Коронавирус вновь вмешивается в нашу жизнь. Регионы усиливают антиковидные меры. Москвичи за сделанную прививку могут стать владельцами автомобиля, в Питере квартиры, а в Оренбурге среди тех, кто согласился на вакцинацию, разыграют велосипед. А еще Оренбургская область – процветающий регион. Такие выводы можно сделать после ежегодного отчета главы региона. И на должность уполномоченного по правам человека назначен Анатолий Чадов. В третий раз, как в первый. Об этом мы поговорим подробнее. Это Оренбург Лайф, я Александр Жарков. И прежде чем начнем, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выступил с ежегодным отчетом о проделанной работе перед депутатами законодательного собрания. Не знаю, как вам, но мне лично показалось, что говорил губернатор о совсем другом регионе. И инвестиционные проекты, и предприятия, и рабочие места, и надои, и коровы. Одним словом, дай бог каждому. Хочется, конечно, верить. Но на фоне оттока граждан, нехватки специалистов, в том же здравоохранении, коррупции, которая цветет у нас просто буйным цветом, как-то с трудом верится, в сказанное Денисом Паслером. На цифрах всегда все выглядит вроде как хорошо. А посмотришь на жизнь, вроде все не очень. И люди же, они не по цифрам ориентируются, которым губернатор говорит, а по тому, как они живут. Да, вот хорошо я живу или плохо я живу. А могу я по этому году в отпуск поехать? Мне денег хватило или не могу? А могу я себе, не знаю, купить чуть больше еды вкусной или не могу? Или, я не знаю, вот я вышел в город, мне есть куда пойти в этом городе, интересные места, события красивые. Или мне некуда здесь пойти, я по-советски буду бутылки туда-сюда пинать, до Чкаловой обратно, потом уеду домой на пазике, опять на пазике, да? И люди же, они по этому ориентируются, а не потому, что говорит губернатор. У нас люди давно не верят никакой власти, ни местной, ни федеральной. Я думаю, что отчет был достаточно объективен, он подкреплен цифрами. И у меня вызвало определенное позитивное настроение, что всегда же соотносишь это и с другими регионами, и, в общем-то, с тем, как видишь, как сейчас развиваются события. В общем-то, понятно, что были определенные, ну, упущенные, что ли, ожидания, объективно упущенные ожидания, но, тем не менее, значит, у нас многие отрасли, там некоторые отрасли показали, там, допустим, сельское хозяйство, показало рост. Читаться же о деятельности можно по-разному, да? Вот, можно, например, вот как, я не знаю, вот дома, сидишь дома весь день, да, в субботу, у тебя беспорядок дома, все плохо, но ты помыл две тарелки, да, и приходит твой муж и говорит, что ты сделала? Ты говоришь, помыла две тарелки. Вот, то есть можно же по-разному преподносить, да, свои результаты и свою эффективность. А в целом отчет впечатляет. Происходит перезагрузка кризисных производств, запускаются новые проекты. Региональные предприятия отгрузили продукцию на 814 миллиардов рублей в прошлом году. В этом уже на 377 миллиардов. Развивается сельское хозяйство. Показатели урожая зерновых на 185% превысили показатели предыдущего года. Успешно ведется война с безработицей, восстанавливается рынок труда, открываются новые производства. Ну, действительно, не зря, не я сказал эту фразу, может быть, она где-то из Библии, умеющей уши да услышит. Вот такое впечатление, что мы с вами, здесь находящиеся в одном зале, находимся в разной реальности. И вот я лично для себя, мы даже вот с Куневовским успели перекинуться, я говорю, такой объемный доклад, который захватывает практически все сферы жизни в Оренбургской области с конкретными выкладками, с конкретной работой, с конкретным направлением, пониманием процесса. И самое главное, что я увидел для себя, это перспектива по каждому темпу, по каждой истории, которая была названа. Губернатор, он подчиняется напрямую президенту, он будет говорить так, как это красиво на бумаге, так, как это красиво в цифрах и отчетах. Но у нас же все так работают, по сути дела. Какую структуру государственную не возьми, все работают именно так. Мы столько-то километров дорог, мы то-се, пято-десято. Или вот даже тот же кейс с проектом по дорогам в прошлом году в Оренбурге, когда власть нам говорила, слушайте, ребят, ну что вы недовольны? Мы наш проект сделали, дороги сделали, а тротуары тогда как бы вообще не входят. Ни тротуары, ни светофоры, ни освещение, ни пешеходный переход. Дороги-то мы сделали. Чего вы недовольны? Чего вы опять недовольны? Но и так будет всегда. И дело не в том, что мы, наверное, недовольны, а дело в том, что мы же видим. Для того, чтобы понять, как ты живешь, необязательно иметь экономическое образование, политическое образование и вообще следить каким-то образом за политической и экономической повесткой. Достаточно просто понимать, сколько денег у тебя в кошельке. и хватает тебе этих денег или нет? Вот и всё. Была сказана занятость, и прозвучала критика, что уезжают за пределы области искать работу. Я думаю, что, скорее всего, это такая атмосфера предвыборная уже была. И хватались за какие-то объективные цифры, против которых ничего не скажешь, потому что это есть. Но хотелось сказать, что это было и 5 лет назад, и 10 лет назад. И кроме чисто экономических моментов, там есть и психологические моменты, мотивы, связанных с предвыборной повесткой. Наверное, их было достаточно на этом собрании, в части критики особенно. А то, что, в общем-то, выполнены и национальные проекты, параметры, и показано, что нам не снизили на этот год суммы финансирования, это же подчеркивает, что не так и плохо обстояло у нас дело. Традиционной на отчете губернатора стала критика оппозиции. Фролов и Амелин ругали паслера и правительство, напоминая об отоке населения, об отоке в другие регионы профессиональных медиков, о гагаринской летке. Правда, единорос трубников назвал информацию в их выступлениях не совсем достоверной. К сожалению, государству так и не были приняты должных мер для сохранения рабочих мест, особенно в малом и среднем бизнесе. Разовые ВОЛТ семьи с малолетними детьми не дали должной государственной поддержки, а предприниматели, не получив компенсации за сохранение рабочих мест, вынуждены были увольнять своих работников. Какие мотивы там сработали? Да, мне показалось, что он был в этот раз не настолько резок, может быть, громогласен и, может быть, и не настолько убедителен. Если бы была какая-то, допустим, независимая комиссия, независимый совет, прям реально независимый, не на словах, а на деле, перед которыми губернатор бы отчитывался, которые бы задавали настолько жесткие вопросы, которые могли бы конкретно спросить за каждую копейку, за каждое его слово, ну, наверное, бы этот отчет и выглядел по-другому. А сейчас мы понимаем, что в ЗАГСОБе какой-нибудь Фролов и Амелин условные, да, выступят, скажут, ваш отчет плохой, потому-то, потому-то, потому-то. Ну и, собственно говоря, все. Ну, губернатор, по большому счету, плевать на их слова, потому что он не для них отчитывается, не для них эти отчеты делает. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, заходите на наш портал уренград.ру. А мы продолжаем. Была ли интрига? В Оренбурге назначен уполномоченный по правам человека. Им в третий раз стал Анатолий Чадов. Из семи кандидатур, пять из которых отсеяла Москва перед решающим законодательным собранием, где тайным голосованием депутаты избирали нового старого омбудсмена, осталось два человека. Собственно, сам Анатолий Чадов и Игорь Занездоров. К слову, коммунисты возмутились решением Анатолия Чадова пойти на третий срок. Водвижение одного и того же лица на третий срок подряд, в общем-то, ущемляет права человека, то есть и всех оренбуржцев. Если обнуление, то и считаем, что вот этот вот парад обнулений, он, в общем-то, никому дивидендов не принесет в настоящее время. А сокращение списка представленных кандидатов с семи до двух ущемляет права, считаю, и присутствующих здесь всех в зале. Своеобразная сфера деятельности, где одновременно приходится и с силовыми структурами, и с министерствами, в том числе социальным министерством нашим действовать. И, в общем-то, наверное, не каждый сможет выстроить эти отношения. Ну, Анатолий Михайлович уже много лет этим занимается. Я думаю, что, конечно, здесь большую службу у нас услужило его известное прошлое, потому что, наверное, мы здесь уже как продолжение этого разговора переходим, я понимаю. Ну, потому что даже области иметь на этой должности прокурора области, простите за фтатологию, это почётно и это надёжно, наверное, в первую очередь. Чадов как Путин. У нас в стране, в принципе, такой тренд держаться за власть, быть при власти и обладать хоть какой-то властью. Люди, которые на протяжении многих лет в этом во всём, у них правдеформация, они не могут уже жить иначе, не могут вовремя эту власть передать и отдать. Уполномоченный по правам человек – это должен быть тот человек, опять-таки, извините за тавтологию, которого пусть не боятся, но уважают. Тот человек, чьё мнение может поменять решение, например. Тот человек, который готов ногами работать, ходить, выяснять, понимать, слушать людей и так далее. Видим ли мы эту работу от Анатолия Чадова? Слушайте, ну нет, я её не вижу. Неоднозначно относятся к кандидатуре уполномоченного и многие правозащитники. Представитель Комитета против пыток Тимур Рахматуллин, например, заявил, что уполномоченным должен быть правозащитник по признанию, а не чиновник по назначению. А учитывая прокурорское прошлое Анатолия Чадова, можно ли вообще говорить о его объективной правозащитной деятельности? И видел ли её кто-то вообще за 10 лет? Какой Чадов правозащитник? Ну, я здесь не могу, да, что-то хорошее привести, к сожалению, в пример, какие-то кейсы, потому что, ну, даже не я, да, потому что кто я такая? Я журналист и смотрю по каким-то вещам, да, когда мы делаем запрос или приглашаем в гости и так далее. Но давайте возьмём элементарно правозащитников, да, например, которые говорят, что совершенно никаких контактов даже, да, нет в этой сфере с этой структурой. Давайте возьмём, в пример, те же доклады Чадова, где нет ни слова про пытки, хотя вот, допустим, у нас только вчера вынесли решение, да, в отношении двух полицейских, которые пытали задержанного. И суд признал, что они пытали, они получили реальные сроки. И когда в докладах Анатолия Чадова не отображается об этом ничего ровным счётом, ну, знаете, это выглядит как минимум... Как минимум это вызывает какие-то подозрения, да, о том, насколько вообще этот человек эффективно работает. Что значит правозащитник? Человек, защищая права людей, должен знать, естественно, хорошо законы. Насколько обратившийся к нему может претендовать на защиту. Это первое. Второе, ну, на каждом посту, где бы там ни был, это министр, чиновник, я думаю, что даже на каждой должности человек должен быть с горячим сердцем, потому что иначе у тебя не получится даже тротуар сделать нормально. Ты должен представлять, что по этому тротуару будут гулять твои дети, внуки, чтобы им было удобно. Серьёзным показателем деятельности уполномоченного по правам человека в Оренбургской области является тот факт, что многие люди обращаются не к комбудсмену, а, например, в комитет против пыток. Это и пострадавшие от действий полицейских в Саракташском районе, это и звонивший правозащитникам осуждённый, который покончил с собой после сообщения о применении к нему пыток в колонии. Так, наверное, будет всегда. И здесь просто вопрос не в том, что это Анатолий Чадов плохой, а в том, что эта система не работает, система выбора нормальных людей на эти должности. Потому что, как кто-то буквально на днях сказал, ты либо на брудершафт выпиваешь с руководителями колоний, либо ты ходишь и говоришь им, ребят, ну вы посмотрите, что у вас тут вообще? Вас от этого избили, этого, извините, изнасиловали, этому там вообще угрожали, а этот у вас повесился три года назад. Вы вообще смотрите, что у вас тут происходит? Вот у полномочного правом человека, он же примерно такой должен быть. И дело не только в заключённых же, дело не только в колониях, дело вообще в целом во всём, во всём, где нарушаются какие-либо права человека. А у нас в Оренбурге они нарушаются постоянно. Ну даже давайте возьмём те же митинги 23 января, когда людей избивали дубинками. А где в этой истории Анатолий Чадов? Где Анатолий Чадов, который в первую очередь должен был спросить Следственного комитета первым, «Ребят, а на каком основании вы били людей?» Но факт остаётся фактом. Уполномоченным по правам человека остаётся Анатолий Чадов, который занимает эту должность с 2011 года и имеет теперь возможность быть омбудсменом ещё два срока. Это отголоски. Всё того самого обнуления. Вот так и живём. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и заходите на наш сайт uringrad.ru Всем пока!